Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание этой культуры понятно и доступно. Сегодня будем говорить про полив. Когда и зачем? Конечно, в прошлые сезоны мы уже разбирали эту тему, но приходят новые зрители и повторение мать учения. Итак, зачем поливать виноград? Вот под роликами на эту тему часто комментарии. А вот там виноград не поливают. А вот там у него корни уходят на 5-6 и много-много-много метров, и он сам себе все добывает. Да, это действительно так. Но это там, а мы здесь. И невозможно в Беларуси выращивать виноград так, как во Франции. Невозможно в Беларуси выращивать виноград так, как в Испании и где-то еще. В Испании выращивают под их условия, а мы выращиваем виноград под наши условия. Почему у нас полив нужен? Да, вот у них засушливая местность, дождей мало. Замечательно. И вот виноград, да, он идет вглубь и ищет там воду. У нас он вглубь не пойдет, потому что там холодно. У нас земля прогревается очень мало. Более того, все питание у нас сосредоточено вот в верхнем слое 25-30 сантиметров. Да, когда рассказывала про глубину посадки, тоже кто-то говорит, а у меня вот в Витебской области, вот я выкапывала, у меня там корни на метр. Единичные, да, но основные корни, самые, которые питают, они вообще практически на поверхности. Потому что только здесь вкусно, только здесь тепло и есть питание. Все. Это закон живой природы. Любой живой организм, он идет там, где есть для него то, чем он может питаться. Все, нет питания, холодно, некомфортно. Делать там ему нечего. И поэтому, если мы хотим получать хороший результат, мы хотим получать хороший урожай, мы хотим, чтобы у нас виноград хорошо рос, мы должны за ним ухаживать. И должны его поливать, если на то есть необходимость. Будет еще один момент, чуть позже поговорим о том, как полив влияет на ягоду. Вот сейчас у нас, сегодня 31 мая, ну я выложу, наверное, ролик несколько попозже. Так вот, у нас стоит засуха, у нас запрет на посещение лесов, у нас уже объявлен уровень какой-то опасности, пожароопасная обстановка. Потому что стоит сушь. Вот сейчас я на деревенском участке, здесь суглинок, здесь почва немножко держит влагу. А на дачном участке в конце мая у нас уже выгоревший газон. Понимаете? Какая стоит сушь. А что происходит с виноградом? Сейчас у него самый период активного роста, когда ему надо быстро наращивать зеленую массу, готовиться к цветению. И что, воды нету, некуда ему пойти за этой водой, не пойдет он вглубь, там холодно. А сверху стоит сушь. И даже вот сейчас будет вставочка, небольшой пример, как вот растение выглядело, ну уже там даже с небольшим поливом, и потом, когда мы его полили больше. Сразу буквально на глазах, там за сутки коронка закручивается, начинается активный рост. Мы всего лишь дали вот этот отрывочек. Кустик растет, ну не очень активно, пока тут не особо даже нормировали. Вот смотрите, индикатор. Единственное, слаборослая сорта, у них почти что всегда коронка вот эта выпрямлена. Вот здесь, вот она чуть-чуть только стала закручиваться, полили. А без полива она тут совсем была ровненькая. Итак, прошли сутки, мы ничего не делали с кустом, просто полили. И буквально на глазах вот коронка прям сильно закрутилась. Вот второй крупный побег тоже прям сильно. А они были совсем расправлены. То есть полив, когда сухо, ну это очень важно. Вот даже кормить не надо, да, просто полить и растение начинает качать питательные вещества. Вот буквально за сутки раз и все закрутилось. Говорит о том, что вот сейчас растению все хватает и все с ним нормально. Ну, по крайней мере, да, здесь наблюдается активный рост. Конечно, листик бледновато. То есть, в принципе, покормить такой кустик тоже можно. Но полив сейчас это основное. Поэтому сейчас полив, вот в этот период, нам крайне необходим. Конечно, в нашей стране есть регионы, которые весной подтапливали. Там у людей вода и по метру стояла теплица. Вот фотографии были в Гомельской области. У кого-то теплицы по крышу были затоплены. Могу предположить, что там вода в почве осталась, и им не нужны сейчас такие поливы. Но у нас затоплений не было, у нас потопов не было. И у нас стоит сушь. Поэтому мы виноград поливаем. И еще, если мы хотим, чтобы наш виноград хорошо зацвел и хорошо опылился, то перед цветением у него тоже большая потребность во влаге. Более того, некоторые сорта, они могут плохо завязываться, они могут осыпаться чуть ли не на стадии цветочков, как раз таки из-за того, что сухо. Та же красотка, она очень отзывчива на поступление влаги. Вот перед цветением, многие винограды говорят, что ее буквально заливать надо водой. Вот тогда она будет хорошо опыляться. Поэтому влага нужна. С одной оговоркой, если мы хотим получить результат. Сколько поливать? Тут, понимаете, как, опять же, все зависит от вашей почвы, от ваших возможностей. Ну, понятно, что сутками лить воду не нужно. Ну, ведро 2-3 под куст вполне можно дать. Малышам, кстати, посадкам прошлого года, посадкам этого года особенно нужна влага, потому что если еще большой куст, где-то там, да, может пойти себе попробовать что-то найти. То у маленького еще вот у него корешочки небольшие. И им надо расти, им надо развиваться, поэтому малышей поливать обязательно. Ну, у малышей где-то ведро на куст примерно, опять же. Понимаете, когда вот вы задаете вопрос, сколько, да, сколько вешать в граммах? Ну, я не могу на него ответить. Я не сижу, не замеряю, вот сколько нужно. Ну, ведро под малыша вылить, там под большой 2 можно вылить. Мы вообще со шланга поливаем, мы не меряем. Вот постояли пару минут, полили, пошли дальше. Ну, чтобы более-менее поддерживать влагу. Все, то есть никто это не считает. Опять же, какой водой? Ну, классно, если вы можете полить теплой водой. Мы не можем, вот у нас есть вода со шланга какая есть? Ну, такой поливаем, потому что, опять же, на наши объемы, ну, это просто нереально. Есть у вас капельный полив? Классно, включаем капельный полив. Ну, там вообще надолго можно оставлять, потому что поступление влаги идет по чуть-чуть. То есть, в период активного роста, сейчас, если стоит сухая погода, поливаем, потому что иначе растение будет мучиться, оно будет стоять на месте, и, ну, может пойти в рост там где-нибудь, когда пойдут дожди, в середине лета. А нам надо, чтобы в середине лета у нас уже, да, верхней проволоки все доросло, да, и потом уже начинались другие процессы, а не поглощение воды. Второй момент тоже, о котором я много раз говорила, и много раз упоминала, полив влияет на треск ягод в дальнейшем. Опять же, если бы мы жили с вами в жарких регионах, где дождей, в принципе, крайне мало, то нас бы эта проблема вообще не волновала. Но что происходит у нас? Часто бывает там июль жаркий, вообще-то уже нет дождей, засухи, там пожароопасные обстановки и все прочее, а потом где-то вот к концу августа, к сентябрю начинаются дожди. И растение было в условиях дефицита влаги. Кожечка на ягоде, она становится неэластичной. Растение тоже, оно же пытается влагу сохранить, понимаете? И вот у нас кожечка плотная. И тут небесная канцелярия открывает кран. У нас поступает вода, виноград очень любит эту воду. Он начинает ее массово тянуть, в том числе и в ягоду. И наша ягода рвется. Все просто. Если мы хотим избежать треска, в таком случае нам надо давать нашим растениям воду, опять же, в тот период, когда ему нужно. В период налива ягоды. Тогда кожечка растягивается, все становится эластичным. И потом, ну, конечно, поймите, что на 100% вот рассчитать там вот эти вот сколько надо воды, чтобы совсем не треснуло, ну, это невозможно. Но максимально избежать треска мы можем, давая воду в период, тогда, когда растению нужно, в период налива ягоды. Бывает так, что не получилось. Уезжали, не могли приехать, не делали, и так далее. Понимаем, что скоро пойдут дожди. Что делать? Вот несколько сезонов у меня такое было, когда вот я знаю, вот стоит жара, и буквально через пару дней пойдут дождики. Я ходила и поливала. Но вот там надо поливать по чуть-чуть. Лучше полить, допустим, 2-3 раза в день, но понемножечку. Условно не по 2, а по 3 ведра. Да, по пол ведерка. Раз, чуть-чуть, два, чуть-чуть. То есть, будет тянуть ягодоводу постепенно, растягиваться постепенно, ну и, в принципе, потом может быть все хорошо. Опять же, на 100% может не сработать, мы не угадаем это количество. Но уменьшить потери от треска возможно. Конечно, кто-то скажет, садите сорта, которые не подвержены треску. Да, такие сорта действительно существуют. То есть, есть те, кто более подвержен треску, и менее. Но опять же, поймите, это физиология. И на 100% гарантировать, что кто-то не треснет, невозможно. Потому что, ну вот бывает такое, когда вот стояло сушь, 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 а потом на сутки дождь. Ну это очень много. Это просто крайне много воды. И там уже потрещать может все. Вот два года назад у многих винограды, они там ведрами выбрасывали ягоду, потому что рвало вообще все. Ну, у нас тоже трещало, но не так много. Поэтому поддержание более-менее равномерной влаги, полив в период налива, ну ягода же увеличивается, она больше становится, да, мы получаем больше урожая, если будем поливать. И сам куст, он тоже будет лучше расти. У него будет больше листовая пластинка, которая нам будет давать питание в ягоду, да, будет больше зеленой массы, и поэтому мы получим лучше урожай. Если будем поливать, если будем давать растению то, что ему нужно. Ну, конечно, вы смотрите на свои условия, на свой климат. Если у вас идут дожди, то зачем поливать, да, если у вас там какие-то почвы очень влагоемкие, у вас высокогрунтовые воды и так далее. То есть вы смотрите под свои условия. Я вам говорю, что это нужно делать при таких-то, таких-то условиях. Вы примеряете это, грубо говоря, на себя и смотрите, насколько для вас это нужно, либо не нужно. Надеюсь, ролик вам был полезен. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!